Встреча с Донецкой областями 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 Он считает это заявление грубым нарушением суверенитета и вмешательством во внутренние дела нашей страны, а также открытой агрессией против принципов международного права. Немецкий политик уверен, ООН должна защитить суверенитет Украины от военных и политических посягательств. Если Россия заблокирует позицию Совбезоон, то это должна сделать Генассамблея Объединенных Наций. Напомню, накануне Владимир Путин призвал Киев немедленно начать переговоры о государственности Юго-Востока Украины. Однако спустя несколько часов после этого пресс-секретарь главы Кремля заявил журналистам, что СМИ неправильно истолковали это заявление. Гуманитарная помощь не должна использоваться в каких бы то ни было политических целях. Так считает помощник по правам человека генсекретаря ООН Иван Шиманович. Конвой из России может въехать на территорию Украины только с согласия ее органов власти. А сами машины должны подвергаться контролю и сопровождаться представителями Международного комитета Красного Креста, подчеркнул еврочиновник. Он сообщил также, что планирует в понедельник посетить Славянск и Краматорск. Австралия ввела новые санкции против России в этот раз в сфере обороны, финансов и нефтегазовой промышленности. Таким образом, Канбера вводит запрет на поставку Москвы вооружения и оборудования для нефтегазовой отрасли, а также ограничивает доступ российских банков на австралийский рынок капитала. Австралия расширяет список лиц, которым будет запрещен въезд в страну. Премьер Тони Эбботт заявил, что новые ограничения соответствуют мерам, принятым Евросоюзом. В Москве протестуют против войны. Активисты провели антивоенную акцию, зажгли свечи в память о погибших в Украине. При этом власти препятствовали несогласованному мероприятию и задерживали участников. Сначала 20 человек вышли на Европейскую площадь возле Киевского вокзала. Однако там им акцию провести не разрешили. После того, как активисты перешли на набережную, начались задержания. В автозак попали около семи участников. В конечном итоге москвичам все-таки удалось зажечь свечи, однако уже на другом берегу Москва-реки. Так организаторы выразили свое отношение к абсурдной и позорной войне, которая сейчас идет в Украине. Прямая агрессия России против Украины, как бы она ни коммуницировалась. Мы не можем в этом все участвовать, мы против этого не должна литься кровь между нами. Наверное, день третий или четвертый идет, как уже военные части, совершенно очевидно, оказались в Украине. И в Донецке расквартировываются, и стали уже на посту. То есть это уже оккупация. Мне очень жалко ребят военных наших, которые как пушечное мясо туда посылают. И мне, конечно, я болею за наших украинских братьев, которые пытаются отстоять свободу независимой своей страны. Сегодня день знаний. По этому случаю президент Украины Петр Порошенко примет участие в торжественной церемонии в Киевском военном лицее имени Ивана Багуна. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В этот раз большинство учебных заведений первый урок посвятит теме «Единая страна». Он начнется минутой молчания в память погибших за родину. В ряде столичных школ сегодня решили вообще отказаться от обычных атрибутов Дня знаний. Школьники намерены провести акцию «Лекарства вместо цветов». Деньги, на которые планировали купить букеты, перечислят раненым бойцам. В этом году не откроются сотни школ и вузов, разрушенных во время боев на востоке Украины. Впрочем, несмотря на это, большинство учеников все-таки сядут за парты. По данным образования, 1 сентября только в столичные школы придут более 3,5 тысяч детей, вынужденных переселенцев из Крыма и Востока. В целом по стране насчитывает около 20 тысяч школьников, покинувших Донбасс. Переселенцы локализуются в крупных городах. И эта проблема с переполнением классов сегодня касается Киева, Одессы, Харькова. Но при этом нужно иметь в виду, что во многих случаях такого переполнения не будет, потому что у нас школы вследствие демографического спада не заполнены до конца. У нас 60-70% наполнения. У нас 60-70% в наполнении есть. Ну и какие события ожидаются сегодня в мире, смотрите далее в нашем обзоре. Еще увидимся. До встречи. Сегодня в Минске должно пройти заседание контактной группы по Украине. Договоренность о возобновлении работы была достигнута 26 августа на встрече в Минске лидеров государства Моженного союза, Украины и представителя Евросоюза. Сегодня состоится встреча верховного представителя Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кэтрин Эштон и главы МИД Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Главная цель встречи – обсуждение механизма продолжения переговоров для достижения всеобъемлющего соглашения по ядерной программе Ирана. Кэтрин Эштон выступает в роли координатора «шестерки», в состав которой входят пять постоянных членов Совета безопасности ООН плюс Германия. Редактор субтитров А.Семкин